Всем привет! С вами Наталья Петрова. Сегодня я покажу покупки по 11 каталогу Фуберлик. Их очень мало. В основном это продукты, которые я покупаю постоянно. К ним относится интимная серия новинка из Эксперт Фарма и старые наши полюбившиеся, давно уже Брест Амур. Это гели для интимной гигиены. Оба они хороши по-своему. Эксперт Фарма чуть подороже. Мягкие, деликатные. Один с носиком, второй с крышечкой. Единственное, что оба никак не запечатаны приходят, что в общем-то очень расстраивает, потому что интимные средства открыть сможет любой и никакой защиты нет. Для душа у меня парфюмированный гель такой. И вот его люблю и Оман из серии «Путешествия к солнцу». Вот я его покупала в прошлом каталоге. Вот эти два я в общем-то... Еще у меня есть инкогнито. Почему-то мне кажется, что он отличается от аромата водички. Но пользуюсь тем и другим с удовольствием. Уже оба заканчиваются. Еще вот из такой банной серии для тела мне нравится медовая серия. Медовый скраб я купила. Медовое крем-масло для тела. Это на осенне-зимний период пойдет. По акции вот такую парочку для рук. Очень хорошее мыло для рук, жидкое. И к нему защитный крем. Ну, тоже это пойдет на осень, потому что сейчас летом в жару. Мне вполне достаточно, более чем достаточно спрей для рук Сингара. Быстро впитывается, за кожей ухаживает, но при этом никакой жирности ли. За баллы я взяла, обменяла вот этот скраб кофемани. Хотя у него срок годности еще... За 300 баллов его дают. Срок годности еще позволяет до конца года пользоваться. Даже больше, по-моему. А вот запах мне показался затклым. Выглядит он вот так с кофейными там крупинками, темно-такой грязный цвет. По-моему, я его еще не брала. Точно не могу сказать. Ну, взяла, потому что баллов много. Ассортимент вроде бы большой, список подарков за баллы. Но ничего особенного было не нужно. Ну, взяла хотя бы это. Потому что все те скрабы, которые у нас есть, вот кроме, что я показала, медового, все остальные мне, ну, скажем так, надоели. То есть я их все покупала, пользовалась, на вторую покупку, кроме медового, ничего мне не захотелось. Еще по акции у нас сейчас идут стиральные порошки. При покупке двух, третий в подарок. Я взяла два голубых, не стала просто все тащить, для светлого белья, да. И вот этот универсальный для цветного. Нет, тот у нас универсальный голубой, а этот для цветного, да. Мне они оба нравятся. Такого у меня уже два есть. То есть будет третий, да, и два голубых. Ну, пять порошков, с учетом того, что есть на них спрос, пусть будет. Открыла я для себя долину любви Шато-Де-Ле-Руа, насыщенный цветочный фруктовый аккорд свежести, таинственные бергамоты, ланг-каланг, хрупкая фрезия, нежная фиалка и богатые финальные аккорды, созданные кедром, мускусом, ванилью. Этот аромат мне вот на данный момент нравится. То есть вот сейчас меня летом просто понесло на разнообразие ароматов. Сначала я взяла Интемпорель и Когнито, да, показывала в предыдущих покупках. Сейчас я взяла сначала Шато, кстати, мне аромат понравился. Единственное, что может быть сейчас для лета, для жары он тяжеловат будет, или его на вечер, или вот в прохладное время года. Но все равно пользовалась с удовольствием. Такой вот аромат прогулочный для меня, не домашний. Очень красиво он всегда представлен в каталоге. И в 12-й, в 12-й компании, то есть это с 17-го августа, на него будет отличная скидка. Я рекомендую вам обратить внимание, 55% очень будет выгодная цена. И аромат интересный. И второе, что я попробовала, это, правда, получила только сегодня, тоже хит-продаж Шершеляфам. Вот это игристый цитрусово-пряный аромат с тонким зеленым оттенком. Зеленого оттенка я сегодня не уловила. Но я вот только что получила. Кстати, коробочки я сразу выбросила, даже не стала для видео вам показывать. Какая разница. Здесь вот у него бантик какой-то, и крышечка опять вот как у инкомниты с дыркой. И совершенно не фиксируется на флаконе. Или я опять неправильно ей пользуюсь. Но это неудобно, потому что я всегда беру за крышечку флакончик. Так он простенький, с небольшим таким вкусом. Это уже аромат полегче, действительно. И его вот сейчас можно летом использовать. Единственное, что я его практически сразу перестаю слышать. Думаю, что будет просто чаще брызгать, и быстро он у меня закончится. Ну, интересно. Действительно, гораздо легче, чем Шато. И такой вот легкий. То есть для такого совершенно незаметного дуновения, игристого аромата в пробниках у меня было и то, и то. Но если Шато еще как-то у меня и парфюмированный дезерант был, то есть я, в общем-то, да, и маленький, мини я брала. То есть мне, в принципе, не было сюрприза с ароматом. А что вот инкогнито, что Шершеляфан, совершенно иначе для меня звучат ароматы, когда я их наношу из флакона. То есть пробники для меня оказываются совершенно непоказательны в этом плане. Поэтому, может быть, вот в плане работы с клиентами лучше иметь флакон, да, дать, нанести на запястье, скажем, чтобы человек пожил с этим ароматом, чем вот из пробника. Но почему-то сейчас у меня так. Вот на этом все мои покупки. Очень мало, и новинок, к сожалению, тоже практически нет. В предыдущем видео я рассказывала о CC-корректоре. Это единственное, что я приобрела из новинок 12-го каталога. Будем надеяться, что компания все-таки начнет нас радовать большим ассортиментом, большим количеством новинок, потому что все уже есть, ничего нового не появляется. Одно и то же все время покупать я не люблю. Поэтому сейчас так, несколько с грустью, показываю вот такие вот крохи заказы. Но, тем не менее, продолжаю надеяться. Буду рада вашим комментариям. Пишите, что купили вы, какими себя порадовали продуктами и новинками для вас лично. Я с вами прощаюсь. Всем отличного настроения, удачных покупок. До новых встреч. Пока-пока.